всем девчонки огромный привет начиная свой новый влог сегодня у нас самого утра моросит дождик и целый день обещают его к сожалению так мы конечно хотели прогуляться сегодня у нас семейный праздник и не хотелось бы конечно сидеть дома но наверное все таки мы останемся дома и проведем его все вместе всей семьей попозже расскажу что за праздник а вот мой и любимый пришел и не с пустыми руками праздник и мое солнышко вот за что я его люблю просто так и не за что за то что есть спасибо мое солнышко смотрите шикарный букет я самый лучший записали кстати анюту на первое пробное занятие в художественную студию но написано у них что это художественная школа будет видно вот выбрали время нам подходящее чтобы потом она смогла пойти сразу на учебу и как раз это время а там занять идут для отца полтора часа как раз совпадала с наш учебу потому что не во всех секциях и не во всех таких школах есть удобное для нас время вот она моя малявочка бегает как те дела нормально да люто пойдет во вторник у нас первый раз на пробное занятие если ей понравится это занятие понравится как там преподают сам процесс то будет она ходить это как раз находится рядом со школы нашей в соседнем доме то есть как раз она от занимается а потом пойдет на учебу ходить надо будет два раза в неделю по моему вот но пойдем когда на первое занятие все там расспросим узнаем самое главное чтобы понравилось ребенку если понравится то с большим удовольствием будем ее туда водить и в принципе она сама сможет туда ходить пока на кухне занимаясь домашними делами решила с вами немного поболтать поставила камеру на полку вот давненько я этого не делала у нас представляете пошел на улице дождь сильный а я пошел в магазин не знаю намокнет или нет но в любом случае мы сегодня останемся дома никуда не пойдем вот ну а детям я решила приготовить картошечку сейчас добавлю подсолнечное масло приправы сейчас сделаю специально прям побольше разделю на два противня и буду запекать получается как вроде как картошка фри но при этом картошка при более такая полезная вот но в любом случае у нас ее все любят и все быстро съедят два беспроигрышных блюдо у детей по крайней мере это точно это картошка в любом виде и макароны в любом виде вот если хочешь чтобы дети ели у тебя значит готовь картошку особенно запеченную такую они сидят в два счета не надо будет их заставлять даже сегодня мы будем отмечать небольшой наш семейный праздник как говорится круглая дата наша первая это 10 лет совместной жизни в браке вот прошло ровно 10 лет девчонки вы представляете себе я не могу в это поверить вот до сих пор и сегодня и вчера и позавчера когда это просто приближался и не могла в это поверить я думаю 10 лет тому назад я даже не могла представить что я проживу с этим человеком столько для меня это много большой срок уже 10 лет и что у нас с этим человеком будут дети будет двое детей вот конечно когда ты знакомишься да и ты же не знаешь как там повезет себя человека в этой ситуации понравится ты ему понравится ли он тебе вот как долго у вас все это продлится чувства даже если они есть у некоторых потом они пропадают ну и по накатанной там пошло и поехало самое главное в отношениях удержать те первые чувства которые были вот у меня кстати спрашивали как то как такая какой-то может быть секрет есть чтобы сохранить и прожить дольше с человеком в браке вот я могу сказать одно что самое главное как вот по мне то нужно слышать и прислушиваться к другому человеку всегда поддерживать его во всех начинаниях в любых хороших плохих навсегда надо быть с ним рядом быть немножечко немножечко на его волне вот и обязательно поддерживать в трудную минуту потому что жизнь наша как состоит как из белых полос так из черных селье мы прошли очень много за эти десять лет как было и хорошее так и было плохое вот поэтому всегда нужна поддержка близких и самое главное вот как на мой взгляд нужно именно понимать чувствовать то что человек тебе нет даже не обязательно договорить а именно хочет показать нужно понимать его изнутри поэтому некоторые браки распадаются потому что нету взаимопонимания не умеют люди друг с другом разговаривать обо всех проблемах которые возникают не умеют люди договариваться сразу изначально потом все это накапливается накапливается и просто идет к расставанию поэтому надо все сразу обсуждать если какие-то у вас есть претензии друг другу я считаю что это надо сразу на корню все отрубать вырубать и это все обсуждать потому что знаю по себе у нас тоже такие были различные ситуации когда мы просто садились и спокойно разговаривали и приходили к какому-то общему знаменателю вот каждый понял друг друга прислушался к тому человеку что он хоть хотел донести и все и стало сразу на мне намного легче жить вот и самое главное вот я заметила по крайней мере у нас наших отношениях это то что но этому а мое видение этих отношений что человек должен выполнять свою функцию в семье то есть если эта женщина выполнять женские функции она не берет на себя мужские обязанности никакие там собрать сама полку повесить это что-то сделать за мужчину тем самым показать что вот я могу сделать это все без тебя и получается что этим самым дает понять что мужчина и не нужен принципе для меня я считаю что это унижение и неправильно девушка не должна делать всю мужскую работу по дому если есть мужчина в доме если нет мужчина в доме то естественно хочешь не хочешь любая женщина мне кажется этому научиться и это хорошо это плюс это надо уметь но показывать это мужчине и делать это за него когда он с тобой рядом это не надо потому что я очень много видео таких случаев когда раз попросишь два попросишь потом эта женщина идет берет и демонстративно это все делает упрекая мужчину в этом что он не делает тем самым я считаю что репутация мужчины падает в глазах женщины но это мое личное видение знаю очень много женщин которые не согласятся со мной вообще конечно года идут люди все меняются какой была я десять лет назад и каким был я десять лет назад мне кажется мы оба поменялись стали более спокойные более семейные совершенно ценности поменялись классики жанра как и должно быть в нормальной семье это мужчина голова а женщина шеи причем это шея должна поворачивать так аккуратно чтобы голова ничего никогда не поняла что ее повернули например не в ту сторону или что-то нет пошло не так надо вовремя сообразить и что-то сделать подстроить что как-то вот так каждой семье свои правила свои какие-то устои свои какие-то ценности и мне кажется какие-то чужие семьи лезть и сравнивать семьи друг с другом вообще не стоит а что каждая семья как и люди индивидуальны и они потом со временем приходится к такому введению быта просто семейной жизни что им так комфортно и вот они так живут может для некоторых покажется там странно что нет ли некоторые знаю спят на разных кроватях спят в разных комнатах там или позволяет себе чтобы мужчина ходил например там по ночным клубам или еще где-то что-то если их все всех устраивает все счастливы от этого и они живут хорошо то почему бы нет поставила розы сейчас вазу сняла с них пленку они такие высокие я даже не знаю стоит их обрезать или нет но илья сказал что он специально купил такие высокие розы мне очень понравились и цвет и сказал кстати а ему продавец что они еще раз пустится